Всем привет! Меня зовут Мария, добро пожаловать на мой канал! Сегодня в планах у меня разобрать всю свою декоративную косметику, возможно даже выбрать в каждой категории фаворитов, не знаю насколько у меня это получится. Так как я не покупала уж большого количества косметики, ну опять же это все относительно, я имею ввиду для выбора фаворитов. В некоторых категориях у меня вот буквально одно средство, оно и будет являться фаворитом. Если что-то получится, то возможно сниму отдельное короткое видео с фаворитами. В любом случае покажу вам, чем чаще пользовалась, что мне понравилось действительно за прошедший год. Ну и также уберу косметику, которой я наоборот уже давно не пользуюсь, в ящик, в коробку, не хочется называть для расхламления, но в коробку с косметикой, которой не пользуюсь. И в каком-то из следующих видео, я думаю совмещу с видео пустые баночки декоративной косметики, покажу уже эту коробку с косметикой, которой не пользуюсь. Нужно с ней что-то делать, либо раздать, либо уже полностью избавиться, так как сроки годности, я думаю, там тоже. Там не то чтобы очень много, но есть такая коробка у меня. В это видео не поместится, так как оно будет достаточно длинным, я думаю. Плюс рассмотрев косметику, хочу для себя понять, чего мне не хватает, и запланировать какие-то покупки в этом году. Надеюсь, вам видео понравится. Ставьте лайки, пишите комментарии, и приятного вам просмотра. Нет, ну вот он стучит и стучит. Я не знаю, слышно или нет. Приятного просмотра! Это вся моя декоративная косметика, которая помещается в одном небольшом ящике детского комода. Все еще ничего у меня не поменялось. Здесь зеркальце, спонж, там точилка. Сейчас протру все эти контейнеры для того, чтобы обратно потом все организовать. Также частично карандашики у меня хранятся вот там, где кисти, в стаканчиках. Я заказала новый большой стакан с закрывающимся таким стеклом для кистей. Придет, покажу вам, если будет интересно. Вместе пересмотрим, кисти организуем. Ну и давайте смотреть косметику по категориям. Категория базы под макияж. Каждое утро перед нанесением макияжа я обязательно использую SPF крем. Поэтому он является моей базой на ежедневной основе. В моем случае это La Roche-Posay антивозрастная линейка, работа с морщинками, темными пигментными пятнами, высокий уровень защиты SPF 50. Вот каждое утро я его и получается наношу перед нанесением какой-то тональной основы, BB крема и так далее. Планирую в этом году попробовать, может быть, что-то корейское. Много вышло новинок, которые я за прошлый год пропустила, так как пользовалась весь 2023 год только La Roche-Posay кремом. То есть там истратила 3-4 таких баночки. Ну и бестселлер Bobby Brown. Это их знаменитая база под макияж. Vitamin Enriched Face Base. Это действительно классная вещь. Хорошо выглаживает, выравнивает кожу. При этом не матирует ее как-то, но и не жирнит. То есть увлажняет, питает и оставляет, правда, подготовленный к любому тональному крему дальше для нанесения. Классная вещь. 100 мл у меня аж целая бадья такая и срок годности 24 месяца. Поэтому, я думаю, мне хватит надолго, точно на весь 2024 год. Поэтому в этой категории я каких-то баз не планирую покупать, разве что различные SPF кремы. Тональные основы и консилеры. На данный момент у меня вот такая история. Тональные основы. Это Estee Lauder Futurist. Она мне не очень нравится. То есть на мою сухую кожу, несмотря на то, что крем заявлен для сухой кожи, он увлажняющий, мне как-то сложно ее наносить. Я, конечно, приспособилась. И делаю это влажным спонжем. Также я ее смешивала с BB кремом Heimish, который у меня уже закончился. И остатки я перелила вот как раз в маленькую баночку Estee Lauder. Сейчас вам покажу. То есть я его повторять не буду, но потихоньку использую. То есть особенно мне понравился цвет 1N0. Далее у меня есть вот такой тинт. Это новинка 2023 года. Bobby Brown Vitamin Enrich Skin Tint SPF 15. Я скажу так. Это больше уходовое средство с небольшим тинтом. Видела какие-то не очень хорошие отзывы на это средство. Но нужно понять, что не ждите от него эффекта тонального крема. Или даже BB крема. Или даже CC крема. Не знаю. Это очень-очень легкий тинт. То есть я его наношу, например, утром на SPF крем. Пару капель. Как уходовое средство. И оно немного выравнивает и так освежает кожу. Но это не какой-то вау-эффект. То есть если вам нужен тональный крем, точно брать такую вещь не стоит. Я его повторять не буду. Но использую сейчас, в общем-то, не то чтобы с удовольствием. Или как-то нормальное средство. Но не какой-то восторг. Меня оно не привело. В этой баночке остатки BB крема Heimish. Причем двух кремов. И я их разрезала. И остатки перелила. Потому что из помпы уже невозможно было выдавить. Там помпа с нажатием такая. Эта баночка 5 мл. Здесь у меня даже, можно сказать, меньше, чем пол баночки. Наверное, буквально пару мл. Решила все равно доиспользовать. Потому что мне понравился этот BB крем от Heimish. С консилерами. Также не особо у меня что-то изменилось. Это консилер Dior. В цвете 0,5N. Все мне подходит, все нравится. Хорошо маскирует. Но если мне нужно... Или, например, вечерний макияж. Консилер Stick Bobby Brown. Он не такой плотный, как Dior. Но мне нравится наносить его именно в зону под глазами. Потому что он хорошо подсвечивает. Не пересушивает кожу. И вот как раз хотела показать. База. Это называется витаминный речет Eye Base. Именно под глазами. Наношу как крем. Она же база под макияж. Опять же под консилер. Такая же Bobby Brown, как для лица. Отлично выравнивает. Выглаживает именно кожу. Убирает сухость, морщинки. Все разглаживает под глазами. И на него наношу этот стик. На эту базу на нее. И она как раз таки вот хорошо подсвечивает зону. Освежает. Но не перегружает. И не пересушивает. То есть вот это вот прямо классная комбо. Для возрастной, для сухой кожи. Еще раз хочу уточнить. Перекрытия сильного не будет. Но освежающий эффект. Немного выравнивания кожи будет. Этого я и добиваюсь. Это Bobby Brown Warm Ivory Stick Concealer. Это Dior 05N Concealer. Это Futurist 10N Porcelain. Так по-моему. И это тинт Bobby Brown в цвете Fair 2. Вот его практически не видно. Видите он полупрозрачный. Лучше всего мне подходит Futurist по цвету. Опять же это внутренняя сторона руки. Лицо все равно немножко темнее получается. Поэтому вот этот цвет мой идеальный. В моих планах конечно же в этом году обязательно купить какую-то тональную основу новую. Может быть познакомиться с каким-то новым брендом. Рассматриваю для себя возможно Nars. Может быть повторить. У меня был Dior Nude. Может быть попробовать Dior Glow тональную основу. Не знаю. Может какие-то BB кремы. Такие популярные. Dr. Jart или Herborian. Herborian попробовать. Посмотрю. Ну в общем в этой категории что-то я однозначно буду покупать. Пудры две. На самом деле одна. Потому что Charlotte Tilbury в цвете Fair практически у меня полностью закончилась. Видите. Буквально по краешку осталось. И я маленькой кистью периодически достаю. И немножко припудриваю. Припудриваю какие-то точечные зоны под глазами, например. Потому что она правда такая тоненькая, полупрозрачная. Очень классная пудра. И даже хотела бы ее повторить. Я думаю. Ну не знаю. Сразу ли. Или возможно что-то еще попробовать. Сейчас у меня пудра Bobby Brown основная. Она вот такая на магнитике. У меня цвет Yellow. Так он и называется. Но на лице она конечно же не выглядит желтой. Она из линейки все той же новая. Vitamin enriched pressed powder. То есть она увлажняющая. Она не... Я даже не знаю какой у нее такой эффект. То есть она... Ее практически не видно. Вроде она хорошо кистью набирается. Вот сейчас я вам покажу. Например кисть. Вот так ее взять. Видите, она вроде хорошо набралась. Но когда ее переносишь, практически ничего не видно. Я не могу сказать, что она как-то супер сильно матирует. То есть если бы я вот столько сейчас шарлотты набрала, то было бы видно на коже, что я что-то нанесла. А вот эта пудра, не знаю. Вот она у меня даже уже сколько-то ее потратила. Но у нее такой эффект. Она не сильно матирует. Потому что она какая-то увлажняющая. Но и что-то с кожей все же делает. Как-то она ее немножко выглаживает. Я до сих пор не поняла ее эффект. Но я пользуюсь... Вот наношу там на вот этот вот тинт. Могу нанести Бобби Браун тинт. И сверху немножечко такой пудры. И что-то в целом как-то получается. Какой-то такой эффект выравнивания кожи. Интересная. И она, знаете, не пылит. То есть когда кистью набираешь ее, вообще ни одной пылинки не поднимается. Не знаю. Вот такая вот увлажняющая пудра. Как такое может быть? Но я до конца не поняла, нравится она мне или нет. Но я пользуюсь. Я обдумываю в этом году. Поскольку у меня вот, можно сказать, остается всего лишь одна пудра. Может быть попробовать какую-то рассыпчатую пудру. Купить для домашнего использования. Такую тоненькую. Пока присматриваюсь к некоторым. Категория бронзеры тоже очень легкая. Потому что у меня единственный бронзер это Бобби Браун. Причем я пользовалась долгое время все лето цветом натурал вот таким. А потом взяла golden light. Потому что сейчас зимой мне больше нравится цвет golden light. Это матовые бронзеры. Вот это натурал, а вот это golden light. Сейчас вам сделаю даже свотчи. То есть натурал немножко более в краснинку, поярче. А golden light это вот идеальный для меня сейчас цвет. Такой вот golden light, более светлый. И вообще невозможно им напятнить на светлой коже. Хорошо, ровненько ложится. Я его и на лоб распределяю. И щеки. В общем, вот как солнышко идет. Мне очень нравится. Причем натурал мне тоже нравится. Летом, когда лицо все равно, несмотря даже на SPF. У нас лето длинное. Все равно лицо становится более какого-то не такого белого цвета. В течение лета. И вот этот вот мне тоже подходит. То есть, ну вот сейчас я пользуюсь этим. Честно сказать, не планирую никакой пока новый покупать. Возможно, возможно, я все время присматриваюсь каким-то бронзером или скульптором в стике или кремовый. Потому что у меня ни одного нет. И мне просто интересно взять в использование такой формат кремовый для макияжа. Поэтому посмотрю. Может быть, что-то выберу кремовое. Хайлайтеры. Основной хайлайтер, которым я пользуюсь буквально каждый день, это Laura Mercier. Причем это называется так. Matte Radiance Baked Powder. То есть, как будто это какая-то матовая пудра. При этом это хайлайт 01. Это очень-очень-очень нежная сатиновая такая пудра а-ля хайлайтер. То есть, сейчас я вам вот покажу. Она абсолютно без блесток выглаживает, выравнивает кожу и чуть-чуть дает свечение. Видите? Переборщить невозможно. То есть, поскольку я часто пользуюсь именно матовыми румянами, то сверху немножечко наношу вот такой хайлайтер. И он, правда, очень красиво подсвечивает кожу. При этом, видите, ни одной блестки. И я вот закрытыми глазами могу нанести и знаю, что лицо не будет как-то там блестеть, блестки по всему лицу. И очень-очень нежно для дневного макияжа. Мне очень нравится. Пользуюсь вот прям каждый день. Действительно. Видите, какой перелив. Теперь более нарядный хайлайтер для вечернего макияжа. Можно на глаза также. Это Бобби Браун. Вот такая миниатюрка. Сейчас не пугайтесь. Моей дочке тоже очень нравится этот хайлайтер. И она... Ну, он у нас упал и разбился. Вот так он выглядит. Ну, не важно. Все равно пользуемся. Сейчас покажу. Очень красивый цвет. Тут такое несколько цветов переливы. Сейчас вам покажу. Правда, тоже очень красивый. Он такой же, видите, поярче блестит. Сверкает, сияет. То есть, вот Лора Мерсье, правда, сатиновая. А тут немножко побольше сияния. Для такого какого-то более... Ну, то есть, можно и днем пользоваться. Но я для дневного макияжа все же выбираю именно Лору Мерсье. А этот вечерний макияж. Или когда хочется чуть поярче. Кстати, на глаза очень красиво, правда. Если вот я наношу, например, бронзер сразу на лицо и на глаза и могу и вот этот хайлайтер немножко на серединку века и также на лицо нанести. Очень красиво. Дальше. Это вот практически каждый день, да, я что-то из этого использую. Также у меня есть вот такой Брик Бобби Браун. Это в цвете Роуз. Ну, можно сказать, хайлайтер румяна. Потому что все, когда цвета смешиваешь, получается, конечно, такой розовый красивый оттенок. Сейчас я вам его покажу. Мне он тоже очень нравится. Давайте вот сюда нанесу. Вот так выглядит. Конечно, если вы будете его использовать как прямо румяна, сильно-сильно, если у вас жирная такая кожа, ну, я имею в виду пористая, то может подчеркнуть поры. Но вот у меня на сухой коже, в принципе, очень красиво выглядит. И иногда мне хочется нанести только их без румяна и без хайлайтера. И получается вот такой красивый розовый отблеск на щеках. Правда, здорово. Можно и на глаза тоже нанести. Поэтому мне все нравится. Ну и новиночка. Это вообще румяна, да. Я предыдущее видео как раз-таки обзор вот средств Наташи Денона. Это My Mini Dream румяна. И здесь есть хайлайтер. Поэтому такая у меня в коллекцию пришла новинка в виде нового хайлайтера. Кусочка, хотя не планировалось. Но красивый цвет шампанского. Так, у меня тут еще бронзер остался. Ну, давайте вот здесь. Вот видите, красивый цвет шампанского. Тоже очень-очень мелкие блесточки. Ну, то есть не видно, да. Очень красивый. Правда, яркий такой. Мне понравился хайлайтер вот Наташи Денона. Ну, все немножечко разные получаются. Кстати, не обращаясь внимания, это у меня ожог. Я когда-то еще до Нового года обожгла маслом. В принципе, там уже все хорошо. Но для кадра рук как-то эстетичнее заклеенное. Но такой вот тоже буду периодически пользоваться. Хотя сейчас проговорим дальше про румяна. И я тоже его оставлю для того, чтобы просмотреть румяна. Ну, и опять же, вот это средство тоже можно его оставить в категорию как и румяна, и хайлайтер. Ну, пускай у нас он идет в хайлайтеры. Тоже всем довольна. Правда, все нравится. Оставляем румяна. Румяна у меня в этом году поднакопилась. Но есть, что заканчивается. Это Бобби Браун. Фрэш Мелон 24. Кремовые румяна. Красивые. Ну, в основном для меня это летний вариант. Потому что они такие персиково-возможно слегка коралловые. Хотя я не люблю коралловый цвет. Но он настолько светлый, что выглядит освежающе. Особенно, если кожа, ну, чуть-чуть подзагорела. Я бы, наверное, хотела бы такие румяна в цвете Pale Pink. Но пока что их сразу не планирую. Потому что у меня много румян. Возможно, когда-нибудь именно в таком формате я бы взяла Pale Pink. Далее заканчивается румяна Desert Pink 18. Тоже очень красивый, холодный цвет. Нет, матовые. Мне кажется, вот они подойдут любому типу, то есть цвету лица, да. Правда, мои такие вот любимчики вот эти румяна. И освежающие Pale Pink Bobby Brown. Тоже матовые. Вот такие яркие розовые румяна. Чем-то, я думаю, они похожи на знаменитые... Как Glow Rose или Rose Glow. А, Glow Pink, как они называются. Вот Dior яркие, да. Тоже все лето пользовалась. Сейчас в основном я пользуюсь вот этими румянами. И вот эти Nude Sticks Bare Bag. Кремовый румяна с одной стороны, а с другой стороны кисть. Ну, кистью режу, в основном пальчиками разношу. Вот такой вот сатиново-матовый такой цвет. Нейтральный. Тоже можно на щечки, можно на губы, можно на глаза. Далее. Nars Orgasm. Тоже очень красивая румяна. Мне нравится больше, чем в сухом формате. В сухом у меня тоже есть. Но я их убрала в коробку с косметикой, которой не пользуюсь. Потому что, правда, ну, перестала пользоваться, когда появились вот эти жидкие. Летние тоже. Ну, вообще, мне кажется, вот эти тоже на круглый год. Очень красивый. Освежающий цвет. И шиммера здесь меньше. Сейчас я сделаю все свотчи. Далее. Physicians Formula. Не смотрите, что такие румяна такого вот цвета, скажете, таких не продается. Правда. Это были в сердечке румяна. Сейчас поставлю вам подсказку, как они выглядели. Но мы их тут разбили. Один раз, потом я их склеила, потом еще раз разбили. И я подумала, я все равно не хочу их выбрасывать. Два раза разбитые. И еще раз склеила. Потому что, ну, правда, слушайте, цвет, не знаю, красивый. Прямо сатиновые такие и без блесток. При этом все равно освежают. И держатся долго хорошо. То есть для такой более бюджетной, что ли, косметики, да, ну, или как Драгстор называется, да, аптечный. И на iHerb я их покупала. Они называются вот так. Rose 7322. Правда, классные румяна. Мне очень они понравились. Недавняя покупка. Это MAC. Давно хотела попробовать. Именно в формате, значит, линейка Glow Play Blush. Cheeky Devil название. Они такие, как резиновые какие-то. Вот видите, если надавливать, то проминается. Но при этом кремовые, но сухие. Ну, вот правда, знаете, сюда очень много каких-то вот падает прямо этих пыли какой-то. Может, от кисточки, даже не знаю. То есть это не такой кремовый, как, например, классический кремовый у Бобби Браун. А какой-то сухой крем такой. Вот я даже не могу объяснить его эффект. То есть он не жирный какой-то вот, интересный. Хотя я хотела немножко другой цвет. Не было. Я взяла вот этот вот. Но я думаю, на лето будет очень-очень красиво. Причем цвет для меня даже более красивый, чем, например, вот у Бобби Браун, который такой более, видите, коралловый. Мне нравится такой более освежающий. Хотя они очень-очень светлые. И, правда, напятнить или как-то переборщить ими невозможно с этими Cheeky Devil. Вот эта вот новиночка, да, про которую я уже показывала, рассказывала. Мне не очень понравились вот эти два цвета. Можно сказать, что как будто бы даже похож, да, вот этот вот цвет с этим кремовым стиком. Но, ну, наверное, не совсем. Я пока к ним присматриваюсь. То есть можно смешивать. Этот для меня темноват. И на щеках выглядит достаточно теплым. Даже, можно сказать, терракотовым. А я не очень люблю такие оттенки. Мне кажется, на моей светлой коже больше освежают меня более холодные оттенки. Или более какие-то яркие, что ли, не такие приглушенные. То есть он на мне выглядит как будто бы бронзер какой-то. А если я еще и бронзер нанесла, а сверху вот такие румяна, то он вообще смешивается с бронзером. Как будто это даже не румяна. Ну, то есть их даже не видно, да. А вот присматриваюсь. Решила я вам показать все сводчи всех румян своих. Чтобы вы вот вам могли как-то сравнить их, да. Все немножко разные. Это два цвета светлее-темнее румяна Наташа Денона. Вот смотрите, какой свежий, красивый. Это склеенный цвет Rose Physicians Formula. Это Nars Orgasm. Вот этот вот жидкий. Bare Bag Nude Stick Stick. Кремовый. Это MAC Chicken Devil. Кремовый. Светленький, самый такой нежный. Кремовые остаточки Fresh Melon. Теплый, видите, более коралловый. 24 цвет. Ну и это два матовых Desert Pink Bobby Brown. И Pale Pink Bobby Brown яркий. Вот все мои румяна. На самом деле, мне больше всего нравятся вот эти два. Мне нравятся MAC светлые. Мне нравятся Nars Orgasm. И мне нравятся вот эти мои склеенные Physicians Formula. Не знаю, какой вам больше всех нравится. Такая коллекция румян. В целом, мне все нравится. Планирую в этом году. Хотелось бы еще двое румян купить. У меня на примете одни в стике и одни обычные сухие. Но посмотрим, знаете, желания меняются. Может быть, перехочу. Может быть, что-то другое захочу. Тени. Так, у нас дождь пошел. Не знаю, слышно или нет. Это дождь стучит. Какао Mirage Tom Ford. Их уже не производят. Но они у меня все еще есть. Кстати, не знаю, почему именно они сняли именно такие цвета. Они очень классные. Здесь красивый матовый цвет. Я на него всегда ищу, так скажем, дюб. Потому что он, правда, классический. Очень такой для складки века. Красивый. Светлые тени. Вот. Для затемнения. И такой немножко более сатиново-блестящий какой-то в красненку коричневый. Все классно. Я буду продолжать ими пользоваться. Такие вот. Далее. Моя, не побоюсь этого слова, старушка. Инглот. Здесь такая ситуация. Мне очень нравится 397 цвет. Вот этот вот сатиновый. Очень красивый для именно серединки века. Давайте я буду вам ставить свотчи небольшие. Вот этот вот 397. Правда, очень красивый цвет. Без блесток абсолютно. Он сливается с веком. Как будто бы влажная такой вот получается века. Немножко сатиновая. Красивый цвет 402. Тоже можно на все века. Прямо сатиновый. Тоже сливается с веком. Красивый. Вот эти два матовые цвета. Они уже очень сухие. Я ими вообще не пользуюсь. По сути, их можно от них вообще избавиться. Правда. Цвета красивые. Но я просто... Они уже, видимо, настолько высохли. Мне кажется, я их покупала один, может быть, в 2018 году. И какой-то, может, даже в 2017... Когда я там ездила-то? В общем, давно-давно я их покупала. И не знаю. Стоят они у меня тут по инерции. И стоят. Да. Вот этот очень красивый цвет. Не помню какой. По-моему, 144-й. Или какой-то тоже сатиновый. Смотрите, какой красивый. Вот. И они очень хорошо пока что работают. Вот именно эти сатиновые. Очень классные. Возможно, я бы эти два цвета поменяла на 357-й и 337-й. Это такие классические коричневые красивые цвета у Inglot. Но у меня просто сейчас как-то накопились другие есть. Поэтому я ее не трогаю. Она вот лежит и лежит. Палетка Бобби Браун. Я эту палетку купила когда-то в одной из покупок именно Бобби Браун отдельно. Это просто пустая была палетка. 25 шекелей она стоила. И что я сделала? У меня была тень. Вот такая вот. Моя старенькая античная роза. Вот видите. Антик Роуз. В обычной однушке в коробочке. Я ее сюда поставила. И думала, что остальные две штучки займу моими румянами. Которые я вам сейчас показывала. Да? Однушками. Потому что все у них, видите, вытаскивается. Вот так вот. Оп. И тени, и румяна. Можно составить свою палетку. Но потом я нашла. Мне кажется, их уже не производят. Хотя в магазине вроде продавались. В общем, на Амазон я взяла две тени. Которые я давно-давно хотела купить. Это одна. А что я тут смотрю? Вот видите, это от них коробочки. То есть можно вытащить и поставить. Как однушки оставить их. А можно в палетке. Это цвет тауп. Матовый коричневый. И цвет шампайн кварц. То есть на складку века. И на серединку века. Два цвета. И правда очень хорошие и красивые. Вот смотрите. Вот это вот матовый тауп. Я просто подумала, что он очень сильно похож на именно какао-мираж. На матовый вот этот вот цвет. Ну и правда. Он в принципе вот похож. Посмотрите. Вот это какао-мираж. А вот это вот, наверное, я сильно нанесла. Нанесла. Это тауп Бобби Браун. Ну возможно немножко все равно оттенки разные. Но похоже, да? И вот этот вот цвет. Шампайн кварц. Сатиновый. Красивый тоже цвет. На серединку века. Не знаю, видно вам или нет. Сейчас еще нанесу. Вот такой вот. И тоже он мне нравится. Он немножко более золотистый, да? А вот инглот, например, немножко более как будто в розовинку. А этот такой. И тоже мне нравится. Вот скажете, зачем тебе столько одинаковых, да? Не знаю. Классная палетка у меня получилась. А можно их вытащить и просто как однушки брать. А можно вместо вот этих вот. Это тоже на складку века. Он такой, видите, более какой-то, не знаю, античный роза цвет. Можно сюда поставить румяна. И будет такая из трех палетка, которую можно с собой куда-то взять, если нужно. В общем, классная вещица получилась. Я вам не показывала. Я это еще летом. Не, не летом. Когда это я делала? Не помню. У меня уже все смешалось. Просто у нас лето такое, которое плавно переходит в зиму. То есть до ноября. И я всегда по погодным условиям не могу вспомнить, когда это точно было. Вот эту штучку я выковырила из палетки. Лорак. Лорак. То есть мне только вот эта одна тень нравится. По-моему, она называлась Unshamed. Не помню. Вот так она выглядит. Смотрите, какой красивый. Слушайте, у Лорак очень крутые. Или Лорак. Не знаю, как она называется. Очень классные вообще качества теней. Я как-то одно время, мне кажется, все их показывали, а потом подзабыли. Но посмотрите, какая классная блестяшка. Бобби Браун Мунстон Спаркл. Их знаменитый. Блестки блестящие. Блеском погоняют. Красивый. Такой эстрадно-вечерний макияж. Ну, может быть, можно и на дневной макияж. Но очень аккуратно и осторожно. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. О, смотрите. Ну, просто. У него такая более-менее прозрачная подложка. Но блестит как, не знаю что. Очень красиво. Ну, и моя новинка. Это Наташа Денона. Май мини дрим. Правда, классная палетка. Я вот познакомилась с ее косметикой буквально пару недель назад, можно сказать. И я ее выбрала, потому что она именно такая вот нюдовая. Очень мягкие матовые тени. Конечно, я прям чувствую разницу. Например, старенький вот инглот матовые две тени. Нужно от них избавляться, потому что они просто уже как мел. Зачем их хранить, если они вот хуже работают, да? Вот это очень-очень красивый цвет. Мне он нравится на складку века. Смотрите, я прям каждый день им пользуюсь. И уже даже какая-то дырка образовывается. Сделала вот вам отдельно свочи именно на эту палетку. Ну, правда, очень нюдовая, красивая. И для складки века, и для затемнения уголка, и красивые сияшки более светлые, более темные. Все замечательно. Прямо вот, девочки, кому нужна нюдовая палетка, возьмете, вам понравится. Понятно, что здесь нет какого-нибудь именно такого, знаете, вот светлого цвета на все века, типа вот этого беленького, да? Потому что этот уже идет на складку века. То есть он не такой прям светлый, что можно нанести до бровей, да? Там не знаю, кто, как вы предполагаете, например, каким-то светлым цветом. Хотя я просто, может, светлая такая, не знаю. Ну, в общем, палетка огонь. Мне, правда, понравилось. Да, видео обзоре именно этой палетки Наташи Денона в предыдущем, да, видео, я не показала. Мне положили в подарок еще вот такую, значит, наверное, Шейд Хеллио 149М. Однушку, тоже очень красивая, сейчас сделаю вам сводч, такая вот, ой, прямо видите, какие они мягкие аж. Тоже какой-то такой, немножко бронзово-какой-то коричневая сияшка. Можно даже прямо на все века будет красиво. И это все тени сухие. Опять же, все они, наверное, примерно одинаковые, скажете, да, какие-то нюдово-коричневые, что-то такое вот. Вот. Ну, и что, зато я ими пользуюсь, и мне такие цвета нравятся. А зачем мне 100 палеток разноцветных, если я ими, например, не пользуюсь? И еще тени. Как вы понимаете, эта категория у меня такая достаточно обширная. Кремовые тени. Вот это, мне кажется, дюб Мак в цвете Граундворк и Даскдол Мейбелин. Очень похожие два цвета. Так, это Мейбелин с этой стороны. И вот это Мак. Может быть, это чуть-чуть похолодней. Но они на глазах действительно выглядят одинаково. Сатиновые тени. Можно подложка под сухие тени. Я наношу вообще просто пальчиком или кистью на все века. И все, у меня получился уже макияж. У меня в складку там никуда не скатывается. Хорошо держится весь день. То есть, мне нравится. Так, рандомно я беру то одни, то другие и периодически наношу. Единственное, что Мейбелин, они просто уже немножко более сухие стали со временем. А эти свеженькие. Но зато это бюджетная альтернатива. Она в 4 раза дешевле, чем Мак. Тени в стике. У меня в этом году появилось 4 штучки Бобби Браун. Новинка их. Двухсторонние тени. Очень классные, правда. Этот карандаш подойдет всем. Это цвет Тауп матовый. Вот такой вот. И Голден Пинк блестящий. Шампанское розовое. Тоже какой-то золотистый. Очень красивый цвет. Вот один карандаш с собой взяли. В любой ситуации. На все века. На складку века. Тауп голден пинк на серединку века. Или в уголок глаза. И все. Супер. Ньют бич матовый. Мне он тоже очень нравится. У меня его уже меньше всего осталось. Вот столичка. Я им тоже активно пользуюсь. Это тоже такой цвет ньют бич. Он матовый. Более, я не знаю, фиолетово. Ну, я не знаю, даже какой-то холодный коричневый. Не в краснинку, в сиреневый. И рядышком это пинк меркьюри цвет. Вот он вообще интересный. Я вот говорила уже, моей дочке больше всего нравится. Он розовый с синими блестками. Но я им очень-очень редко, практически никогда не пользуюсь, если честно. Очень редко. Но он такой нарядный. Я не знаю, как вот они добились эффекта. Розовый с синими блестками. Правда, красота. Меньше мне нравятся, значит, кешью и пинк купер. Кешью, он какой-то желтоватый. Но его я в последнее время стала использовать именно как подложку. Видите, он такой светло-коричневый, тёплый. Но если его растушевать, так вот получается, как такая вот подложка. Не знаю, видите, желтоватый. Какая-то охра цвет кешью. Поэтому я его вам не советую покупать. Не какой-то супер такой, прямо нужный цвет кешью. И пинг купер. Тоже красивый. Видите, такой блестящий. Ну, купер, да? Медь. Это для смоки айс. Цвет барк. Очень-очень тёмный. Коричневый. Такой серо-коричневый. Его можно кисточкой даже делать им стрелочку или межресничку прокрашивать. Если маленькую кисточку берёте, набираете прямо с карандаша и межресничку. То есть он застывает, потому что и хорошо держится. Вот. И такой цвет называется Pink Steel. Не знаю, почему пинг. Но он выглядит вот так. Видите, он такой вообще светло-серый. Где тут пинг, не знаю. Ну, это хорошее такое дуо для смоки айс. Да, и коричневый можно растушевать. И вот этот вот на серединку века будет очень красиво. Также у меня есть два карандаша Dirty Muff и Stone. Это Stone. Это такой серо-коричневый холодный цвет на всё века. Он сатиновый. Он, то есть, и не блестяшко, и не матовый. Поэтому на всё века очень его красиво наносить. Прямо пальчиком разнести, и получается сразу макияж. И вот этот Dirty Muff тоже очень красивый цвет. Мне его присылали в подарок. Он вот такой. Тоже сатиновый. Тут, кстати, у меня какие-то блестяшки. Это блестяшки плохо стёрлись. Это Moonstone, мне кажется, когда я swatch делала. Вот такой тоже красивый цвет, и он тоже сатиновый. Поэтому вот смотрите. Есть у них матовые, есть такие блестящие, а есть вот такие сатиновые. Мне тоже все нравятся. Не знаю, как их все использовать. Карандаши для глаз и подводки. Старенькая подводка Physicians Formula коричневая с iHerb. Но она до сих пор работает. Здесь кисточка. Правда, классный вариант. Кто любит такой, я тоже периодически пользуюсь. Может, не так часто, но да, использую. Держу вот так вниз головой. Стоит у меня, и поэтому он хорошо работает. Мои любимые карандашики Pupa. 19-й вот я недавно купила. И 13-й. 13-й вообще красота. Не знаю, вот такой цвет странный. Он какой-то, знаете, индиго. Не совсем синий, но и не фиолетовый. И он сатиновый. И он какой-то делает такой взгляд волшебный. Не видно. То есть я делаю коричневые тени. И немножечко межресничку прокрашиваю чуть-чуть вот таким карандашом. И он как-то автоматически, я даже не знаю, какой-то такой интересный делает взгляд. А сверху причем можно еще и коричневым провести стрелку. Но что-то он делает интересное. Карандаш 19 Pupa. Это коричневый, но он тоже сатиновый. И он не яркий. Вот смотрите, видите, он какой не яркий. Хорошо рисует, прокрашивает. Прямо как по маслу. Он как гелевый типа. Также у меня есть в цвете 03 Cacao от Estee Lauder. Вот это уже коричневый, такой плотный матовый цвет. Для меня он такой прямо темный. Хотя он хорошо тоже держится. Но на каждый день мне не хочется его наносить. Мне больше нравится вот этот вот сатиновый, например, Pupa. Да, по-быстренькому так нанести. И он, не знаю, не так ярко выглядит. Хотя Estee Lauder, конечно, тоже классный карандаш. Если какой-то вечерний, стойкий макияж. Вообще супер. И гелевые подводки. Вот такая подарочная Bobby Brown черного цвета подводка. Она уже подсохла, сухая. Наверное, даже в серединке все равно работает. Но я от нее избавляюсь, потому что ей уже очень-очень много лет. И я купила новую. Новую и коричневую, не черную. Это цвет Шоколад Шиммер Инк. Очень классная. Правда, мне так она нравится. Часто сейчас ее тоже использую. Вот кисточка у меня такая. Тоже Bobby Brown. Сейчас вам покажу, как выглядит. Шиммерный, коричневый, насыщенный цвет. Когда мне хочется именно кистью прорисовать. Сделать какую-то стрелочку. Скажете, что они похожи, да? С этим Pupa. Ну, может быть, Pupa немножко более серая. А этот такой, вот знаете, воздушный цвет. Коричневый, шоколадный Шиммер. И, ну, классно. В нем небольшие есть блесточки. Практически их не видно. Но все равно. Что-то у меня все похожее, да? Ну, а что делать? Средство для бровей. Значит, гель прозрачный. У меня Анастасия Беверли Хиллс. Нравится мне. Дальше. Это Эльф. Это в цвете Taup. Тинт. Он же, как бы, гель. Он же тинт. Ну, классный цвет, правда. Вот такой светло-серо-коричневый. Для блондинок, для светлых бровей. Он, может, не сильно фиксирует. Зато подкрашивает брови хорошо. И тут есть какая-то немножечко фибра, да? Которая как-то их уплотняет, увеличивает. Можно сверху прозрачным гелем. Вот видите, какой цвет. У нас дождь хлещет. Дальше. Мой любимчик. В этом году мне очень понравился карандаш Estee Lauder в цвете Blonde 01. Он тройной. Здесь с одной стороны кисть, с другой стороны карандаш, который у меня уже полностью закончился. Но цвет шикарный. Если... Ну, я даже не могу. Видите? Уже там ничего просто нет. Такой светлый. Для блондинок очень красивый цвет. И почему я его все еще не выбросила. Кстати, здесь также вытаскивается вот этот вот сам карандаш. Но почему-то я нигде не нашла этих рефилов. Карандашу Estee Lauder. Не знаю. Покупала вообще в Машбире у нас в Израиле. А здесь внутри есть еще пудра. И вот пудра у меня еще не закончилась. Поэтому я его еще не избавляюсь от него. Я пудрой этой пользуюсь. Вот такой цвет, смотрите. Такой же, как карандаш примерно. Хорошо заполняет брови. Если нужно так быстренько как-то заполнить. Красивый цвет. И удобно использовать на самом деле. Так. Дальше у меня карандашик тоже Эльф. Эльф, да. С iHerb. Вот я вместе с тушью с этой покупала. В цвете Taub. Классный. Но толстый. То есть цвет хороший. Смотрите. Очень похож, кстати, на вот эту вот пудру, да. Estee Lauder по цвету. Но вот он не тонкий и не толстый. Какой-то странный. Но я приспособилась. Из-за цвета и цены мне в нем все нравится. Потому что он очень такой бюджетный. В общем-то, как и вот этот тушь Эльф. Ну и также у меня был карандаш Bobby Brown в цвете Blonde. Но цвет Blonde, я его, конечно, использовала. Но мне он не понравился. Он на мне рыжий. Сейчас я вам попробую тоже его как-то провести. Он какой-то рыжекрасный, некрасивый. В общем, не стал моим любимчиком. Может быть, я тут как-то плотно нанесла. Но, в общем, он с красненкой, с рыжинкой. Но я купила запаску. Была хорошая цена какая-то. Скидка в цвете Slate. Хотя и этот цвет оказался прям не очень классным. На мой взгляд. Сейчас я вам покажу. Я пока что им не пользуюсь. Я потому что использую сейчас вот этот Эльф. Ну, хотя, может быть, возьму уже и начну этим пользоваться. Давайте поставим, сделаем сводч вот этого. Ой, какой-то вот он еще новенький. Не разрисовался. Вот такой цвет. Какой-то он как будто потемнее, да, получается. Не обязательно покупать Bobby Brown карандаш, правда. Хотя, само качество вообще очень классное. То есть, вот он как накрасишь, так и весь день держится до вечера. Блонд вот этот вот у меня был. Но цвет не подошел. Посмотрю, как у меня с этим цветом сложится. Ну, будет такой вот тоже карандаш. Так, получается, что одни тени. Один карандаш, другой карандаш. И вот прозрачный гель. И цветной гель. И, в общем-то, это все для бровей, что у меня есть. С тушами интересная ситуация. В 23-м году я не купила ни одной туши. И в 24-м, предполагаю, тоже не куплю. Потому что у меня вот все они подарочные. То есть, кстати, коробочка Nudstix. Румяна в такой коробочке продавались. Здесь у меня еще запаска Anastasia Beverly Hills. Это прозрачный гель. И вот еще одна тушь Bobby Brown. То есть, когда я делаю какие-нибудь покупки на официальных сайтах Bobby Brown. Или, например, вот Клиник я делала покупку. И всегда, ну, как всегда, часто бывает, что тушь в подарок. Или миниатюрка, или даже полный размер. Вот это, кстати, тоже подарочная тушь Maybelline. Я покупала какой-то хостовар и вообще. И мне тоже ее положили. Я сейчас ее открыла. Просто, ну, попробовать. Тоже, кстати, неплохая. Такая большая у нее кисточка. Попробовала. Сейчас я тоже периодически пользуюсь. И открыла Клиник. Как-то обеими пользуюсь. Вот это вот прям хорошее. Ну, вот еще две у меня Bobby Brown. То есть, практически весь прошлый год я пользовалась Bobby Brown миниатюрками и полным размером. Поэтому сейчас этими двумя пользуюсь. И дальше возьму какую-то одну из полную или такую Bobby Brown. Вот это классная прямо тушь. Смоки-ай маскара. И это тоже смоки-ай. У меня туши есть. Как-то специально покупать я не планирую. Если закончится, куплю тогда. Посмотрим. Это все мои помады и карандаши для губ. Начну я, пожалуй, с бальзама для губ Bobby Brown в красивой такой жестяной баночке. Немножко стиле ретро. Но выглядит очень мило. Много раз я этот бальзам повторяла. Хорошо питает, увлажняет губы. Придает сияние. То есть, можно нанести и вместо какого-то блеска. Классный. Правда, формат баночки не очень удобный в плане нанесения. Но в основном я пользуюсь дома. Потому что сюда нужно лазить пальцем или кистью. С собой не очень удобно брать. Хотя, классная вещица. Далее, два тинта в этом году я купила. Как в этом? В 23-м, да? И продолжаю ими пользоваться. Это тинт... Это как он называется? Он типа и тинт, и бальзам для губ. Классный. Видите? Упаковка магнитная. Светло-розовый бальзам. Придает губам оттенок небольшой розовый. Давайте я вам сделаю какой-нибудь сводч, попробую. Если много раз наносить, по крайней мере, у меня так на губах получается, то он в какой-то момент будет все ярче и ярче становиться. То есть, тинтует губы. Ну, так, конечно же, не видно. Но через какое-то время он проявится и будет более розовенький. Приятный у него аромат. Ухаживает за губами. Мне нравится. Но слишком часто я его не наношу в течение дня. Там много раз. Потому что, опять же, сказала, что иначе он мне в такой яркий розовый губы затинтует. И примерно то же самое, но Бобби Браун. В цвете лип тинт, в цвете Бэр Пинк. Он тоже, видите, вот как он откисляется, наверное, да? Вот такого он цвета становится. Сейчас я рядышком нанесу. Он более светлый. То есть, он не так в итоге тинтует губы. Ну, вот мы сейчас подождем. Вот этот побольше уже проявился Эстиллаутер, да? А Бобби Браун вот еще такой пока что. Но мы сейчас подождем. И, может быть, будет больше виден цвет. Тоже замечательный. Оба нравятся. Это вот мне нравится использовать, когда макияж без макияжа. Просто сочные, увлажненные. Немножко с каким-то розовым цветом губы получаются. Оба средства замечательные. Тут поменьше такая упаковочка. Не магнитная. А вот у Эстиллаутер, конечно, классная. Мне не хватает, я думаю, какого-то серума, бальзама. Ну, типа как блеска. У меня был в прошлом году Эстиллаутер. Такой бальзам, серум. И, кстати, Бобби Браун тоже был. Очень мне понравились. Я думаю, я Эстиллаутер повторила бы. Правда, классный. Вот как-то мне не хватает такого формата. Далее, блески для губ. Новинка. Это Наташа Денона. Все из той же серии My Dream Lip. Он немножко нюдово-серый, что ли, какой-то. Я не знаю, даже такой цвет. Давайте я буду здесь делать, наверное, свотчи. Чтобы вам было. Он без блесток, без шиммера, полупрозрачный, нюдово-бежевый. Наверное, с каким-то холодным подтоном сереньким таким блеск. Вот он. Это для меня новинка. Я сейчас только пытаюсь им пользоваться. Начинаю. Мой любимый Бобби Браун блеск для губ. Ухаживающий. Это как масло-блеск в цвете Нью Романтик. Вот это действительно классный, освежающий цвет для меня. По крайней мере, сейчас вам покажу разницу в цветах. Он вот так выглядит. Как будто он немножечко более... Ну, то есть, он тоже полупрозрачный, но его оттенок более живенький такой, прозовее, что ли. А этот более нюдовый Наташа. Вот это Нью Романтик. Далее. Это из блеска все, что у меня сейчас есть. Это я уже... Остальные, мне кажется, я вам показывала в предыдущем, в таком же выпуске про косметику. Ну, давайте покажу еще раз. Бобби Браун жидкая помада Hippie Shake. Красивый цвет, мне нравится. Такой, видите. Сатиновая она. Это не матовая, приятная. Моя любимая помада Бобби Браун в цвете Pale Muff 05. Это мой такой нюд. Не так много у меня ее осталось. Посмотрите, какой красивый. Сатиновая. Она... Ну, вот... Очень мне нравится. Вот этот цвет. Давайте я пока оставлю, так, чтобы он был виден. И помада, которую я также купила в 23-м году. Это серия такая Crush Lip Color в цвете Blush. Цвет у нее, кажется... То есть она матовая... Матовая... Матово-кремовая, что ли. То есть она стирается обычно. Это не стойкая помада. Ну, может быть, она яркая. Но на самом деле она полупрозрачная. Выглядит просто как натуральные губы. Сейчас так покажу. Цвет Blush. Тоже мне очень нравится. Все такие околонюдовые, да... Неяркие. Но мне нравится такими пользоваться. И вот эта малышка. Я не пользуюсь ей, если честно. Это была миниатюрка. Красная матовая помада Clorance. Даже не буду делать сводч. Какой-то цвет 742. Просто у меня она есть. Чтобы хоть одна красная помада была. Вдруг на Purim или какой-нибудь маскарад куда-нибудь придется накрасить красную помаду. Не знаю. Я не пользуюсь красными. Не потому, что какое-то у меня отношение к красной помаде плохое. Просто в моей жизни мне некуда ее наносить повседневной, да. И даже на работу или еще куда-то. Мне больше нравятся вот такие нюдовые помады. Тоже выглядит красиво. Три карандашика. Меньше всего я пользуюсь Charlotte Tilbury. Это Pillow Talk. Она для меня какая-то красненькая. Так, кстати, посмотрите. Вот Estee Lauder розовинка. И немножко такой более нежный персиковый Бобби Браун. Вот как они, тинты эти, начинают этот цвет свой давать. Давайте Charlotte Tilbury, я думаю, все знаете. Ой, кончик отвалился. Я заточила перед видео, чтобы... На мне этот карандаш красноват. Поэтому у меня не особо рука тянется, если честно. Далее карандашик вот такой 0.5, по-моему. Классный нюдовый. Вот такой. Видите, более... Не такой красный, да. Кажется, как будто более коричневый. Но он бюджетный, неплохой. Вот закончу. Пользуюсь периодически. Не часто я, честно сказать, редко карандашами для губ пользуюсь. Ну и мой любимчик Бобби Браун. Он пл-мав, если уже и пользуюсь им часто. Такой вот. Правда, очень красивый цвет. Тоже вам может показаться, что он где-то похож на Essence. Ну, возможно, да, где-то и похож. Но он нет, наверное. Essence, наверное, более какой-то по-рыжей, что ли. Видите, а Charlotte Tilbury покрасней. А на этом все из помад. И, как я уже сказала, в этом году я, да, планирую взять себе какой-то серум-бальзам в стиле, ну, таком как Lip Gloss, да. Может быть, Estee Lauder. Может быть, возьму что-то бюджетное. Типа Maybelline, L'Oreal у меня тоже были в прошлом году. И я была довольна, если честно. Мне понравились обычные такие полупрозрачные блески. Так, все уместилось в мой единственный ящик. Аккуратненько разложила. Для лица, палетки, румяна, тени, помады. Мне кажется, все под рукой. Удобно в верхнем ящике достать и сразу же пользоваться. Карандашики поставила там отдельно в стаканчик. Ну, потом я тоже реорганизую, наверное. Возможно, в этом году у меня уже появится свой косметический стол, наконец-то. А пока что все храню так. Ну, зато удобно, мне кажется. Что скажете.